добрый день и мы на этой неделе находимся в главах ахараимоты кадушим и мы поговорим сегодня об одном известном отрывке из торы в главе кадушим но не очень классический его комментарий который обычно дает и известен раши у рамбана а этот я посмотрел урава или агуэсоса и сказано в недельной главе самом начале и сказал бог маша передай всей общине сынов израиля святы будьте ибо свят я бог всесильный ваш и слова кедошим который здесь употреблено в кидка душим будьте множественное число от еврейского слова кадош что в большинстве переводов торы означает святой однако тогда высказывание практически лишается смысла ведь сложно себе представить что бог повелевает всей общине израиля быть святыми нет в отдаленной перспективе понятно мы достигаем этого уровня но тора написано для нас сегодня тогда нужно разобраться и в еврейте существует другое значение слова кадошь отделенный выделенный них не просто так на горизонтальном уровне а возвышенный стремящийся вверх духовный очевидно что перед нашим народом точнее перед каждым из нас потому что сказано обратитесь ко всей общине израиля ставится серьезнейшая задача стремиться к тому чтобы стать человеком возвышенным и духовным насколько важна эта задача и выполнима ли она наши учителя в медраше они отмечают что тот факт что мы маши моисей он получил повеление говорит со всей общиной израиля подчеркнуто именно здесь это показывает особую значимость той информации которые в этой главе маши должен был передать и передал всему народу израиля говорят мудрецы что большинство заповедей торы основана основана именно на том что сказано в этой главе то есть мы видим что задача стремиться к духовности к тому чтобы сбросить оковы материального мира составляет основу фундамент еврейского образа жизни но сбросить оковы сбросить власть материального мира над собой совершенно не означает уйти из него не означает уйти в духовный образ жизни нет не этого требует бог и мы уже говорили неоднократно что тора позволяет и поэтому требует соединить материальное и духовное именно поднять материальное возвысить его до духовного поменять его статус и в этом и состоит миссия еврея в первую очередь нужно возвысить себя об этом говорит нам этот отрывок но не относится ли это такая задача к терюга и благих намерений не остается ли она просто формальностью красивой но недостижимой целью нет всевышний зная человечество человеческое сердце ставит перед людьми посильные задачи и даже определяет путь их реализации вслед за первой фразой нашей недельной главе в торе сказано дальше каждый человек пусть боится своей матери и своего отца и субботы мои соблюдайте я бог всесильный ваш это и есть первые шаги духовного роста это простое понимание написанного в тексте торы неожиданно не правда ли попробуем проанализировать это по порядку сказано каждый человек из всех слов на иврите которая переводится словом человек здесь выбрано слово ишь важный серьезный человек то есть если ты хочешь быть человеком с большой буквы то делай следующее и дальше пусть испытывает трепет или боится в трактате там в тактате талмуда объясняется как это и там говорится не садиться на место выделенное родителям не перечить им не принуждать их подчинить своей воле для нашего утратившего многие транспортные нравственные ценности мира эта фраза звучит непривычно и незначительно но так ли это на самом деле стремление сдерживать себя ограничивать себя в словах поступках а тем более в отношениях с родителями первый шаг победе над временным и суетным материальным ведь еврейской традиции в духовном смысле родители это предыдущее звено в передаче традиций которые выше чем следующие независимо от того насколько реально они родители причастны к традициям и мудростям торы каждое поколение чем дальше она от горе синай тем она ниже а предыдущие выше это известный известная истина известный фактор еврействе следующая часть перед матерью своей и отцом своим ну или матерью отца своего если в зависимости бойся или испытывай трепет хотя правильный трепет там и рад как трепет перед всевышним тоже применят тот же слово не страх не животный страх а трепет так в упомянутом трактате талмуда говорится тот факт что мать названа прежде отца свидетельствует о том что для человека оба родители равны ибо в других местах которые прежде сказано об отце раша это немножко по-другому комментирует и это тоже одна из ступень возвышения человек сдерживает себя не участвовать и не принимает чью-либо сторону возможных спорах или расплях родителей в том числе за по поводу самого ребенка и субботы мои соблюдайте я бог всесильный ваш почему почитание родителей и соблюдение субботы упомянутся здесь прямо рядом потому что здесь идет речь о рецепте торы как формировать себя возвышенной и духовной личностью почитание родителей всегда работа трудная в нашем быстротечном мире особенно ее смысл ее цель выше замкнутых пространств семьи семейных отношений и только соблюдение субботы когда никакие бытовые материальные проблемы не могут и не заставить тебя совершать действия запрещенные всевышнего демонстрируют существование хозяина этого мира который возвышается над тобой и над родителями до родителям нельзя перечить но если они скажут тебе в субботу включи свет свари кашу или постирай одежду ты ответишь им творец мира повелел почитать родителей и при этом соблюдать субботу ни один отец и мать не даже оба вместе ни на одну минуту не могут отменить закон торы соблюдение субботу соблюдение субботы означает что мы признаем творение мира творца его тору как учение жизни и это и есть первый рецепт торы для формирования человека возвышенного человека с большой буквы и эти оба элемента почитание родителей и соблюдение субботы составляют краевоугольный камень еврейской жизни еврейского образа жизни и сейчас мы находимся на пути возвышения к получению торы 6 сибана который в этом году кстати будет 26 мая каждый день мы ведем отсчет пройденных на этом пути дней сегодня за к закончился девятнадцатый день самое время взять новые для себя аспекты соблюдения заповедей новые аспекты улучшения своих качеств и возвышение себя ведь тогда три тысячи тридцать триста тридцать пять лет назад в 2447 году от сотворения мира естественно евреи поднимались сорок девятой ступени чистоты и удостоились получения торы на 50 день благодаря достижению самой высокой близости ко всевышним но потом был грех за угол отельца и поэтому с того времени мы каждый из этих три тысячи триста тридцать пять лет снова проходим тот же путь и вынуждены подниматься и подниматься каждый год для нашего индивидуального получения торы и сближения с истиной со всевышним так как это в этом и есть наша главная цель быть максимально близким к создателю для получения от него максимального блага добра позитивной энергии его влияния а что же еще нужно браха ва цлаха благословение успеха нам на этом нелегком пути работы над собой и остаемся и дальше в поисках смысла